Всем привет, друзья! Во время ремонта постоянно возникает вопрос, из какого материала делать потолок. Если 10 лет назад ответ был очевиден, гипсокартон, то за последнее время натяжные потолки очень сильно продвинулись по многим параметрам. Меня зовут Сенчагов Александр, я дизайнер интерьера. Сегодня мы рассмотрим гипсокартон и натяжные потолки по множеству параметров. Цене, долговечности, простоте установки, в общем, по многим-многим параметрам. Поэтому обязательно досмотрите видео до конца, чтобы понять, какое решение подходит именно вам. Гипсокартон против натяжного потолка. Поехали! Давайте сначала разберемся с определениями, что мы будем сравнивать. Гипсокартон. Это классический лист гипсокартона, закрепленный на потолке на направляющих. В идеале это два слоя направляющих и два листа гипсокартона. Натяжной потолок ПВХ. Это ПВХ-полотно, закрепленное к стенам на профиля. Стыковка профиля со стеной может быть закрыта как классической маскирующей лентой, так это может быть специальный профиль с стеновым швом. Натяжной потолок из ткани. Здесь все то же самое, как и с ПВХ-потолками, только полотно у нас состоит из ткани. Давайте начнем со стоимости под ключ. Классический гипсокартоновый потолок, в котором два слоя направляющих, два листа гипсокартона, под ключ обойдется вам 5000 рублей за метр квадратный. Если монтаж гипсокартонового потолка идет на специальный теневой профиль, то стоимость под ключ будет уже 8000 рублей. ПВХ-потолок с обычной маскирующей лентой обойдется вам 800 рублей за метр квадратный. Если вы будете монтировать на теневой профиль, то цена будет, конечно же, выше порядка 2000 рублей. Тканевый теневой потолок обойдется дороже. В случае с маскирующей лентой это 1500 рублей за метр. Если это теневой шов, то 3000 рублей за метр квадратный. Скорость монтажа. Монтаж классического потолка из гипсокартона включает в себя монтаж направляющих, потом прикручивание гипсокартона, малярка, выравнивание потолка. И все вместе на квартиру порядка 100 метров классическую займет порядка 6 недель. Если монтаж гипсокартонового потолка будет вестись на теневой профиль, то это займет еще больше времени. Порядка 8 недель. С натяжными потолками скорость будет гораздо выше. Тут уже независимо от ПВХ потолка или тканевого. Если у вас стандартная маскирующая лента, то монтаж займет несколько дней, буквально 2-3 дня. Если вы делаете монтаж на теневой профиль, то он займет порядка 5-6 дней на квартиру. Экологичность. Гипсокартон это, конечно же, экологичный материал. Гипс и картон. И здесь самое важное то, чем вы покроете его потом. Краски бывают разные. Бывают токсичные краски, бывают экологичные краски. Так вот, именно материал, которым вы покроете, будет влиять на экологичность всего вашего потолочного решения. Хотя производители ПВХ потолков утверждают, что у них есть все лицензии, все сертификаты, но у меня все равно есть вопросы к натяжному потолку, потому что в любом случае это пластмасса. И то, что пластмасса будет экологичная, но у меня есть некоторые сомнения. А вот тканевые потолки состоят не из пластика, и они полностью экологичны. Если монтаж нужно делать в квартире, где уже живут жильцы. Гипс и картон, конечно же, будет очень сложно монтировать. Вам придется освободить комнату, замотать все полиэтиленом, чтобы никуда не попала пыль, краска. И это займет довольно много времени и принесет вам очень много неудобств. С натяжными потолками, зная, как быстро они монтируются, у вас не будет никаких проблем. К тому же вам не придется заматывать всю вашу мебель и другие материалы, которые могут быть испорчены при установке гипсокартона. В случае с натяжными потолками этой проблемы нет. Это займет очень мало времени. Давайте поговорим о эксплуатационных характеристиках. Прочность и вандалостойкость. Мы все понимаем, что если ударить молотком по гипсокартоновому потолку, то, конечно же, в нем образуется трещина. Да, если крепить на специальные профиля, если все продумать, то можно избежать трещин, например, при усадке дома. Но прямой удар не выдержит ни один гипсокартоновый потолок. Натяжные потолки мягкие, гибкие. И есть только одна вещь, которая может их повредить. Это, конечно же, порез. С порезом мы ничего не сможем сделать. Потолок будет испорчен. Пожароопасность. Гипсокартоновый потолок не горит. Но может гореть его основа, то, на чем он крепится, и то, чем он был покрашен. Например, краска или штукатурка. Хорошие натяжные потолки из ПВХ не горят. Но они могут тлеть, и пластмасса будет капать. В случае с тканевыми потолками они не тлеют и не горят. Морозостойкость. С гипсокартоном не будет никаких проблем в разумных пределах. Ну, то есть до минус 20 градусов по Цельсию с гипсокартоном ничего не случится. Натяжные ПВХ потолки не очень хорошо справляются с отрицательными температурами. По документам, если будет очень сильный мороз, то они смогут лопнуть. Но производители говорят, что на практике, ну, так они страхуются. А на практике, в принципе, никаких проблем с ПВХ потолком в холоде не происходит. А вот тканевые натяжные потолки морозостойкие, и в разумных пределах мороза с ними ничего не происходит. То есть до минус 20 у вас не будет никаких проблем. Влагостойкость. Обычный гипсокартон, конечно же, намокает. Намокает минвата, которая за ним. То есть потолок придется полностью менять. Есть специальные влагостойкие гипсокартоны. Или, например, акустические гипсокартоны, которые также очень хорошо выдерживают влагу. Но, если вас затопили соседи, то в любом случае вам придется все это менять. И это займет очень много времени. Я думаю, что вы видели очень много таких фотографий. Натяжной ПВХ потолок выдерживает до 100 литров воды. Если вас затопили соседи, то ваш натяжной потолок превратится в большой пузырь с водой. Вам достаточно будет проделать маленькую дырочку и спустить всю воду. После этого потолок нужно будет просушить, и он вернется в первоначальное состояние. С тканевым тенемым потолком все хуже. Он не сможет вернуться в первоначальное состояние. Он не держит воду. Он будет испорчен. Но надо помнить, что замена потолка за деньги соседей, которые вас затопили, займет очень мало времени. Звукоизоляция. Гипсокартон сам по себе является звукоизолирующим материалом. Но также он подходит для любых акустических систем. Я считаю, что это лучшее решение для акустики. Материал натяжного потолка, естественно, не держит звук. Он не является звукоизолирующим материалом. Но мы легко можем сделать за потолком, если это необходимо, любую шумоизоляцию. А потом просто снизу прикрыть ее натяжным потолком. Срок эксплуатации. Если гипсокартоновый потолок сделан правильно по технологии, то он прослужит вам очень долго. Единственная проблема, что со временем любые материалы покрываются пленкой пыли, грязи, каким-то налетом. И вопрос будет состоять только в том, как ее очистить, либо покрасить гипсокартон заново. Я думаю, что вы знаете, что останется от человечества, когда человечества уже не будет. Конечно же, это пластик и в том числе натяжные потолки. ПВХ потолки вечные. Опять же, вопрос в том, чем они покроются со временем. И что с ними делать, как их очистить. Но, зная их небольшую себестоимость, то я думаю, что их проще поменять и повесить новые ПВХ потолки. Тканевые потолки совершенно аналогично, служат очень долго и также легко меняются при необходимости. Эстетика и визуальная составляющая. Тут все зависит от нескольких факторов. Во-первых, от руки мастера, который сможет идеально и правильно по технологии прикрепить лист гипсокартона к потолку. От этого будет зависеть, насколько ровно установлен потолок. Дальше будет важно, как маляр сделал подготовку и окраску потолка. От этого будет зависеть то, как ровно лежит на нем материал. Ну и, конечно же, очень многое зависит от требовательности заказчика. Некоторые заказчики просят идеальную поверхность. Они приходят со специальной лампой, проверяют, насколько потолок ровный. Кому-то на это плевать и ему достаточно просто ровного потолка на глаз. У натяжных потолков есть главный эстетически неприемлемый для меня элемент. Это, конечно же, маскирующая лента. Это просто отвратительно. И я думаю, что большинство не любят натяжные потолки именно из-за нее. Но в наше время появились профиля с теневым швом. И сейчас это совершенно другие эстетичные потолки. Ну и, конечно же, пожалуйста, не делайте глянцевые натяжные потолки. Это просто ужасно. Тканевые потолки еще более матовые, еще более красивые. Хотя, если у вас очень высокий потолок, то вы вряд ли сможете глазом определить, тканевый это потолок или потолок ПВХ. Есть еще одна особенность, связанная с эстетикой натяжного потолка. Это ширина рулона. У нас при очень большой плоскости потолка появляются швы. Но это можно обыграть либо перепадом потолка, либо используя специальные световые приборы. В общем, есть очень много приемов, которые легко позволяют это обойти. Для доступа за потолок, там обычно прячутся трансформаторы от диодных лент или какие-то элементы управления вентиляцией, мы делаем вырез в гипсокартоне, либо заранее монтируется люк. Потом все это прокрашивается, и у нас все равно получается такая черная полосочка, которая еще очень часто криво прокрашена и которая портит весь внешний вид потолков. Я ненавижу эти люки, это отвратительно, долго, дорого и грязно. Натяжной потолок можно открепить сбоку и туда просунуть руку, что-то там смонтировать и закрепить назад. Полностью снять и надеть натяжной потолок, к сожалению, не получится. Но есть очень классное решение, магнитные лючки. Мы делаем отверстие в потолке и прикрываем его лючком, который просто примагничивается. То есть он легко снимается, надевается назад и никаких проблем с доступом за потолочное пространство. Минимальный опуск потолка. При жестком каркасе, когда у нас два уровня решетки и два листа гипсокартона, мы получаем 10 см в частоте потолка. В идеальных условиях опуск натяжного потолка будет зависеть от высоты профиля. И минимально это 3-4 см. Места применения и ограничения. Если потолок длиннее 15 метров, то надо обязательно делать демпферные разломы. Иначе со временем появятся трещины. Но это легко маскируется с помощью перепада уровней потолка, светильников и других дизайнерских приемов, которые легко позволяют обойти эту особенность. Еще нужно учитывать особенности здания. Например, если у вас каркасный дом, если вы делаете квартиру в небоскребе в высотном здании, если это старый фонд, это очень сильно повлияет на конструктив потолка. Но если у вас работают грамотные специалисты, то это все можно грамотно продумать заранее и избежать проблем с потолком в будущем. С натяжными потолками тоже есть ограничения. Это 5 метров в длину, максимальная длина без шва. Но, как я говорил ранее, это все можно обыграть с помощью специальных приемов. Есть еще одно ограничение. Нежелательно использовать натяжные потолки в помещениях с низким уровнем потолка. Это очень просто и понятно, потому что если потолок очень низкий, например, это какая-то мансарда, либо подвал, то будет очень легко его задеть, повредить. Ну, это обязательно приведет к другим нежелательным последствиям. Также натяжные потолки не рекомендуют использовать в помещениях с повышенной пожароопасной атмосферой. Например, в котельных. Тканевый потолок гораздо жестче, чем его аналог из ПВХ. Вообще, натяжные потолки, конечно, гораздо лучше использовать, чем гипсокартон в домах, которые постоянно усаживаются. При усадке гипсокартон рано или поздно даст трещину. Натяжные же потолки все-таки имеют некоторые растяжения и будут компенсировать усадку. Уход за потолком. В случае с гипсокартоном, конечно же, все зависит не от самого гипсокартона, а от того материала, которым он покрыт. Если это, например, матовая краска, то любое прикосновение будет стирать шероховатость, и у вас будет появляться глянцевое пятно. Если потолок покрыт сатинированной краской, либо глянцевой, либо декоративной штукатуркой, то его можно легко мыть, и с ним ничего не произойдет. Он прослужит вам очень долгое время. Натяжные потолки легко убираются с помощью влажной губки, тряпки, специальной швабры с насадкой из микрофибры. Он антистатичен и очень плохо притягивает пыль. Конструктивная жесткость поверхности. Естественно, гипсокартон максимально жесткий материал. Если он смонтирован по технологии, то никаких проблем, деформацией у вас не будет. У натяжного потолка ПВХ есть главная проблема, это его провисание на расстоянии. Если у вас, например, натяжной потолок подходит прямо к шкафу, то дверство должна быть на 3 см ниже, чем чистовой уровень натяжного потолка. Иначе у вас просто дверь будет цепляться за провисшее пузо этого потолка. Для борьбы с провисанием в помещениях площадью больше 30 квадратных метров желательно делать специальное поддерживание потолка. Эту функцию могут выполнять светильники и другие специальные приемы. На самом деле это очень похоже на борьбу с швами на натяжном потолке. Приемы очень похожи. Тканевый потолок жестче и натянут сильнее, поэтому провисания у него, естественно, меньше. Есть еще одна проблема, из-за разницы давления в комнате и за потолком, натяжной потолок может прилипать к перекрытию. Я такое видел неоднократно, и это очень просто решается с помощью специальной решетки, которая выравнивает давление в комнате и за потолком. И избавляет вас от этой проблемы. Ремонтопригодность. Маленькие трещины и другие порезы, конечно же, легко ремонтируются на гипсокартоне, но если придется красить, то так же, как на автомобиле, вы красите весь элемент, то есть весь потолок. А это значит, что вам придется укрывать всю комнату, затягивать, чтобы никуда не попала краска, и это займет по технологии, ну, порядка пяти дней на ремонт одного уровня потолка. С натяжными потолками все проще. Если повреждение незначительное, то это можно решить с помощью небольшой эстетичной заплаточки, которая будет не видно. Если повреждение большое, то, к сожалению, придется менять потолок целиком. В случае с тканевым потолком, его ремонт, к сожалению, невозможен. Вам придется целиком менять всю ткань. Давайте поговорим о применяемых решениях. Лепнина и декоративные элементы. Гипсокартоновый потолок идеально подходит для любого лепного декора. Но единственное, если элементы очень тяжелые, то надо заранее продумать закладные, которые будут поддерживать их под потолком. Если вы используете натяжной потолок вместе с лепным декором, то под каждый элемент вам нужно делать закладную. И по опыту, все, кто сталкивался с классическим ремонтом и пытался туда применить натяжные потолки, все равно все заканчивалось гипсокартоном. Здесь натяжной потолок, к сожалению, не очень подходит. Молдинги и галтели. С гипсокартоном, конечно же, никаких проблем. Вы их прилепляете к гипсокартону и красите. В случае с натяжным потолком все сложнее. По сути, мы можем потолочным плинтусом-галтелью прикрыть крепление потолка. Он будет заходить как бы за галтель. Но если вам нужно снять потолок, либо что-то с ним сделать, то вам придется демонтировать галтель. В общем, одни проблемы. И поверьте мне, опять же, вы придете к решению из гипсокартона. Встраиваемые треки и световые линии. Если все сделано по технологии, то с гипсокартоновым потолком не будет никаких проблем. У натяжных потолков сейчас есть решение для любого типа светильников. Наверное, единственное исключение – это светильники из гипса, которые сделаны специально для гипсокартоновых потолков. Когда гипс светильника наплывает на потолок, все это шпатлюется и стыка просто не видно. Это очень красивое решение в классических интерьерах, но с натяжным потолком, к сожалению, пока его нет. Цветные потолки и решения. Гипсокартон можно красить чем угодно и сколько угодно. Любые материалы и решения, которые только могут прийти вам в голову. У натяжных потолков ПВХ очень ограниченная палитра, цветов не так много. Ну и, конечно же, вы все помните этот ужас. Натяжные потолки с облачками, солнышками и со всем вот этим… Ну вы поняли, о чем я. Тканевые потолки можно красить, это хорошая новость. Но красить их лучше по месту, потому что если вы покрасите заранее, то очень большая вероятность, что краска не совпадет с краской на стене. Поэтому выкрасы лучше делать, конечно же, по месту. Вентиляция, выводы и диффузоры. Вентиляция и гипсокартон как будто бы созданы друг для друга. У вас не будет никаких проблем их состыковать. У натяжных потолков сейчас также нет таких проблем и все стыкуется. Единственное – это порядок проведения работ. Обязательно состыкуйте мастеров по натяжным потолкам и ваших вентиляционщиков, потому что у них между собой могут быть вопросы, кто, что, куда прикрепляет. Это важный момент, лучше, чтобы они заранее все это обсудили. Ревизионные люки. В гипсокартон можно встроить ревизионные люки, но они имеют определенные ограничения. То есть, например, люк 70 на 100 сантиметров, то есть, в принципе, это большой люк, вы встроите без проблем. Но если он будет больше, то он, скорее всего, будет составной, сложный, тяжесть нужно будет как-то компенсировать. В общем, если нужен огромный люк, то проще перейти к решению с натяжным потолком. В натяжные потолки любые люки встраиваются без проблем. Если люки небольшие, то делаются магнитные лючки, я о них рассказывал до этого. Если люк огромный, то можно также сделать составной каркас и его прикреплять. То есть, если он прям большой, то будет порядка 10-12 креплений, которые будут его удерживать, и не будет никаких проблем. Уровень мастерства монтажника. При монтаже гипсокартоновых потолков, наверное, человеческий фактор самый важный. Мастер должен разбираться в химических, физических процессах. Он должен учитывать усадку дома, понимать то, как будут расширяться, сужаться материалы. От этого будет зависеть геометрия потолка. Дальше у нас подключится маляр, и от этого напрямую будет зависеть конечный результат. В случае с натяжными потолками грамотный специалист, конечно же, нужен, но фактор риска гораздо ниже, чем с гипсокартоном. Но надо помнить, что есть один вид ремонта, в котором гипсокартон просто незаменим, куда нельзя использовать натяжные потолки. Это, конечно же, классический интерьер с множеством липного декора. Тут только гипсокартон. Во всех остальных случаях вы можете сами для себя принимать решения, потому что очень много факторов, которые могут на него повлиять. Напишите, пожалуйста, в комментариях, насколько вы согласны с моей оценкой, и какой материал вы считаете правильным и используете в своих ремонтах. Обязательно переходите в мой инстаграм за вдохновением, там самые последние работы нашей дизайн-студии. Если видео было полезным и интересным, то обязательно поддержите его лайком. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить самые последние видео, а также дергайте за колокольчик. До скорых встреч, друзья! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok